Ровно через месяц, 7 октября, будет отмечаться Всемирный день действий за достойный труд. Этому празднику всего 10 лет, но он имеет большое значение для всех, кто ежедневно трудится для того, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. В этот день профсоюзы призывают работодателей к улучшению создаваемых условий для труда своих сотрудников, внедрению современных безопасных технологий и более строгому отношению к соблюдению правил безопасности. В преддверии праздника лидер профсоюза в Кубани депутат Госдумы Светлана Бессараб провела встречу с профсоюзным активом Славянского района. Тему продолжит Мария Климова. Встреча профсоюзного лидера края и актива профсоюзов, организаций и предприятий Славянского района прошла в районной администрации. На нее были приглашены представители всех первичек муниципалитета от образования и здравоохранения до сельского хозяйства. В президиуме глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко и Зинаида Колотенко, председатель координационного совета организаций профсоюзов Славянского района. Открывая встречу, Светлана Бессараб подчеркнула, что профсоюзная работа за десятилетия своего существования не потеряла актуальности и в условиях нестабильной экономики важна как никогда. Профсоюзный лидер отметила, что ко мнению профсоюза прислушивается президент, и это позволяет решать даже самые сложные проблемы на высоком уровне. Под эгидой профсоюзов России рассматриваются многие вопросы, такие как нехватка врачей и педагогов, организация помощи школьникам при выборе профессий и другие. Один из приоритетов работы – контроль за формированием заработной платы. Сейчас в некоторых регионах России, в частности в Краснодарском крае, минимальный размер оплаты труда является действительно минимальным. Профсоюзы страны выходят с предложением законодательно утвердить то, что в процентном соотношении основная часть зарплаты к премиальной должна относиться как 70% к 30%, но никак не наоборот. Тема стимулирующих надбавок вызвала дискуссию и на Славянской встрече. Зарплаты, вот и говорим, что они у нас там всегда и что-то мы проводим, но у нас все равно недостаточно, и каждый старается лучше работать, для того, чтобы получить больше зарплаты. Переменная часть стимулирующая, она как раз позволяет работодателю, позволяет, ну даже там, совету, совместно с профсоюзным активом, решать, кто здесь стоит, вот поощрение, кто не даст. Соответственно, стимулирование это нужно и это необходимо. Но прежде всего необходимо обеспечить потребности самого человека. Когда вот основной базовая ставка или базовая кладка соответствует величине прожиточного минимума, мы уверены, что ни один руководитель, мы же не говорим, что там это самая высшая руководитель, мы говорим, ни один руководитель не сможет работник, а даже за виновные действия решить установленного закона дать прожиточного минимума. Кроме получения новой информации, у собравшихся была возможность рассказать о проблемах в их отрасли. Так, коллектив филиала «Кубань-Мелеводхоз» Черноярковской растительной системы попросили решить вопрос о пересмотре начисления им заработной платы. Ее более чем скромный размер не стимулирует приход на предприятие новых специалистов. Там работают либо пенсионеры, либо люди предпенсионного возраста. Переоценить значения Черноярковской и Петровско-Анастасиевской о растительных систем для Славянского района тяжело, потому заботиться об их исправном функционировании, наличии квалифицированных кадров – это необходимость. Решить по месту эту проблему не удается, так как филиал является частью федеральной структуры. Светлана Бессараб взяла этот и другие вопросы на контроль. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».